Это совсем как в песне. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Да, пусть-ка солдаты поспят. Тем более, что солдатам да этим по 10-15 лет. Но ничего не поделаешь. Режим есть режим, а дисциплина это дисциплина. Все как в воинском уставе. А потому... Лагерь, подъем! Лагерь, подъем! И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, Так же овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, И столы их опрокинул. Так апостол Иоанн описывает изгнание Христом торговцев из храма. Но ведь это изгнание наших страстей из наших душ. Каждое утро в армиях всего мира звучит эта команда. Подъем. Но только здесь, в летнем военно-полевом лагере православных витязей, Она имеет истинное значение. Подъем не только заспанного тела, но и дремлющей души. Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чудесную и несчастную родину, Проносятся опаляющим и очистительным огнем в наших душах. В этом огне горят все ложные основы, заблуждения и предрассудки. Обновляется наше религиозное и государственное служение. Закаляются наша любовь и воля. Почему-то эти мысли русского философа Ивана Александровича Ильина Всплывают в памяти, когда смотришь на этих пареньков, Закаляющих себе любовь и волю, Тренирующих душу и тело. Видимо, потому, что они и являются подтверждением размышлений Ильина О необходимости сопротивления злу силой. На молитве витязи усваивают, что добро – это любящая сила духа, А зло – слепая сила ненависти. И самое главное, что вражда ко злу не есть зло. На занятиях по физической и военной подготовке Кадровые офицеры учат мальчишек тому, Что прав тот, кто вовремя отсечет прицелившемуся убийце руку с пистолетом, Кто собьет с ног поджигателя, Кто с оружием в руках остановит толпу истязателей. И это не насилие, Ибо не предполагает подчинение других Своей корысти и похоти. Не случайно мы оказались на этом полигоне, На полигоне воздушно-десантных войск. Команда НИВДВ дал добро На проведение такого лагеря, Военно-спортивно-полевого лагеря, Православных витязей. Очевидно, это обозначено прежде всего тем, Что люди, которые давали разрешение на этот лагерь, Пройдя ряд горячих точек, Поняли, что православный воин, Это воин трижды, в десять раз сильнее, Чем воин не православный. Один раз я встретил молодого человека, Который носит на себе живые помощи. И он мне ответил на мой вопрос таким образом, Что бронжилет это хорошо, А когда икона Божьей Матери Спереди и сзади, Это намного лучше. Вот мы в данном лагере Занимаемся не только Военной подготовкой, Военно-спортивной подготовкой, Но и нравственным обучением. Случайно сзади нас Располагается православный полевой храм, Которого, наверное, В России у таких организаций Еще не было. Но я надеюсь, что в дальнейшем буду. А в плане боевой подготовки, Как вы сказали, Скорее всего, это такая военно-спортивная подготовка, А не боевая. Потому что боевой подготовкой В полной мере нельзя назвать. Те предметы, которые у нас здесь проходят, Они делают из мальчика Настоящего мужчину. Прежде всего, учат преодолевать Те трудности, которые ставятся Перед ним. Первые две недели пребывания В лагере показали, что Основная масса ребят, которые прибыли, В общем-то, справилась с этими трудностями, Но нашлись такие ребята, Которые не смогли преодолеть себя. Они привыкли к более мягким домашним условиям. Вот пребывание в этом лагере И позволяет им преодолеть себя, Укрепиться физически, Приобрести какие-то небольшие навыки В тех военно-спортивных предметах, Которые мы преподаем. Играют мальчики в войну. И нельзя их за это осуждать. Как нельзя осуждать и взрослых, Которые играют вместе с ними. Игра – это отражение реальности. А реальность такова, Что древняя мудрость «Хочешь мира, готовься к войне» Вот уже на протяжении многих тысячелетий Звучит и не может быть забыто. Особенно в России. Андрей Курабо – Подполковник спецназа, Прошедший Афганистан и Чечню. Как никто другой знает это. Знает сам И хочет, чтобы знал это и его сын, Которого он сейчас Учит наносить маскирующую раскраску. Витязи отправляются в разведку. А значит, они должны уметь многое. Вскрываться от противника, Преодолевать преграды, Находить и устранять смертельные ловушки, Владеть всеми видами оружия, Водить любой транспорт, Уметь выжить там, Где, казалось бы, выжить невозможно. Но выжить надо, Как надо выполнить задания, Которые, и витязи это знают наверняка, Необходимы для того, Чтобы их родину не завоевали враги. Андрей Курабо знает боевое дело не понаслышке. Имеет все основания сравнивать Прежнюю и современную армию России. Сама система подготовки, Она несколько отличалась от финишной. В армию появились в основном все. Плюс армия, Если человек не служил в армии, Он как бы выпадал из общества, Его уже многие не понимали, Как-то человек не служил в армии. То сейчас в армии служат единицы. И в принципе не лучшие единицы Попадают на службу. Потому что В общем, они не готовы Для службы в армии. Они физически, Очень слабо развиты. И с интеллектуальной уровенью очень низок. Создав нашу организацию, Мы в основу положили как раз подготовку Нашей молодежи, Наших детей, К службе в армии. И вот на Рубеже Полтора годичном Мы увидели свои первые результаты. Сейчас наши Старые Как бы сказать Старички наши Они уже Могут Дать В какой-то степени фору Молодым солдатам, Которые служат в армии Вот сейчас в данном случае. Я думаю, что Если сейчас наших ребят Вот О которых я говорю Призвать На службу, То они будут На Несколько голов выше Этих молодых солдат. И Это очень радует, Потому что Когда видишь Результат своей работы То Соответственно Как это Сказать Ну же В гордость За то, что Мы сделали Вот это ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Не всякому взрослому по плечу в полной амуниции с оружием переплывать через реку. Многие витязи уже могут это делать без особого труда. У них за плечами месяцы физической подготовки и тренировок под руководством опытных инструкторов. Наставники учат их тому, что сами уже не раз испытали в реальном бою. И одно из главных наставлений быть вместе, поддерживать друг друга в самых критических ситуациях. Русская армия всегда была сильна сплоченностью, основанной на любви и вере. Все это настоятельно преподавал своим офицерам и солдатам Великий Суворов. Товарищ, товарищи обороняй. Суворовской наукой побеждать в организации православной витязи пронизано все. С самых первых дней пребывания здесь мальчишек. Это наука в их торжественном обещании, стремлении взрослых привить ребятам понимание, что солдат не разбойник, что надо уметь прощать врагов своих, но поражать врагов Родины. Тогда они, по словам Суворова, смогут по праву считать себя покоем, опорой и славой Отечества. Когда человеку что-либо заставляет делать, он это будет делать из-под палки. И ни в коей степени не будет с радостью что-то изучать, если это ему неинтересно. А по примеру наших ребят, можно сказать, что они практически все, что мы им преподаем, они учат с большим желанием. Вчерашний праздник показал, что на этой полосе препятствий проводились соревнования. В такой степени они были бескомпромиссны, в такой степени накал страстей присутствовал. Так они старались, даже раскрашивались, готовились, бежали, переживали, смотрели на своих противников, подсчитывали эти секунды. Они уже не будут теми инфантильными ребятишками, которыми они были полтора года назад. Ну а дальше уже видно будет, как все сложится. Армия подразумевает в себе соборность, то есть единство духа. Никакие наставления о взаимоподдержке не будут услышаны, если у солдата не будет на то духовной основы. Вот почему многое из того, что намечено в программе военно-полевого лагеря Витязей, делается совместно с солдатами-десантниками, которые проходят подготовку на центральном полигоне воздушно-десантных войск. Тогда же было решено и осветить полигон, чтобы до конца выполнить суворовский наказ. Всякое дело начать благословением Божиим. Вот оно, видимое и сокровенное. Происходящее на наших глазах человеческое действие, совершаемое промыслом Божиим. И невидимое, но реальное присутствие благодати Святого Духа. Здесь, в армии, где человек находится на тончайшей грани между добром и злом, это присутствие равнозначной жизни. Иван Александрович Ильин усматривал в этом необходимость соединения силы и духа. Если объединить все государственное начало понуждения и пресечения в образе воина и салона, а начало религиозного ощущения, молитвы и праведности в образе монаха, то решение проблемы выразится в усмотрении их взаимной необходимости друг другу. Действительно, воин нуждается в монахе, как в духовнике, который укрепит его совесть, даст цель служения и очистит душу. Его меч становится огненной молитвою. Монах же рядом с воином не отвернется от зла, а вступит в борьбу с ним, становясь соратником солдату, разделяя его страдания и осмысливая подвиг. Его молитва уподобится огненному мечу. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Вот реальный образ единства воина и монаха, ставший основой русского воинского подвига на многие века, вплоть до настоящего времени. Если завтра война, если завтра нападет, если темная сила наря нет, как один человек, весь наш русский народ за свободную родину станет. На земле, в небесах и на море наш напев и могучий сурок. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Если завтра война, сколкнется страна, от Каштата до Владивостока. Где сколкнется страна, велика и сильна, и врага разобьем и жестоко. На земле, в небесах и на море наш напев и могучий сурок. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. В песне, если завтра война, такие слова, да? Значит, многие наши ведущие телерепортеры задают такой вопрос. А вы что, говорят, готовите их к войне? Вы готовите их погибать? Значит, я отвечу на этот вопрос следующим образом. Если сейчас, в данный момент, мы не будем заниматься этим поколением, мы его просто-напросто упустим. То есть нам сейчас предоставляется возможность заниматься с ними. Ну, мы выбрали вот такой путь подготовки молодого человека к армии. Что лучше, если этот человек придет, допустим, в войска, и через какой-то определенный период времени ему придется вот... Вот такая вот ситуация сложилась сейчас у России, кругом вся в огне. Или ему придется погибнуть из-за того, что он не может этого делать, ничего. Он не знает этой воинской профессии, не умеет держать оружие в руках, не умеет сам защититься и поставить себя слабенький физически. Или же уже через определенное количество лет, допустим, через 2-3 года, после того, как он позанимается у нас, он придет в армию крепким, выносливым, сильным, умеющим реагировать на и все условия обстановки, которые складываются у нас сейчас. Вот 2 года всего отзанимались, у нас есть ряд товарищей. Ну, какие замечательные результаты они показывают. Они практически пришли все, физически очень слабенькие. Сейчас они по 15-18 раз подтягиваются. Многие по 50 раз отжимаются. Учеба значительно у них улучшилась. 9 человек из них поступили в кадетский класс высшего военного университета связи. Это не показатель разве? Это разве не положительно? Это, по-моему, ощутимый, зримый результат нашей деятельности. И то, что вот сейчас здесь находится, столько человек, которые с интересом, и никто не убегает. Значит, я считаю, что мы на правильном направлении. И я считаю, что мы эту задачу выполняем. Лучше готовить война для нашей Родины, России, нежели сбегать, или, как сейчас говорят, косить от службы в армии. Я выбираю, как говорится, первое, служить своей Родине и воспитывать ребят именно в том духе, которому нужно сейчас нашим вооруженным силам. Сейчас эту программу патриотического воспитания поддерживает президент России, Владимир Владимирович Кучес. И мы, я думаю, что мы на правильном пути. Продолжение следует... В военно-полевом лагере самое время проверить свои силы. Взрослые для этого предоставили юным витязям все возможности. Ежедневные тренировки, учебные занятия, многодневные походы закалили ребят. Они уже не те мальчики, которые пришли в организацию год назад. Даже самые маленькие из них вовсю стараются не отставать от старших. Поначалу их делили по возрасту, но потом поняли, что старшие помогут младшим стать сильнее и выносливее, а сами научатся добру, оказывая поддержку более слабым. Так все здесь и получается. Родители, видя, как мужают, не мудреют их сыновья, радуются и обретают спокойствие. А теперь возникает вопрос, как у них задают, а не будут ли они в дальнейшем боевиками, которые применят это оружие против своих жителей. В чем-то весь и секрет, что если это делать все на православных основах, то такого, я думаю, не произойдет. А если заниматься чисто боевой спортивной подготовкой, то это может произойти. Есть у нас замечательный педагог, такой Валерий Николаевич Крючков, который занимается рукопашным боем. Он в течение 28 лет преподает эту дисциплину и является мастером своего дела. Вот у него есть такие замечательные слова, которые он неоднократно нашим ребятам повторяет и не устает об этом говорить. что, ребята, если вы не будете ходить в храм, вы ничего не поймете и что ничего у вас не получится. Так вот, пример тому. Есть у нас такой Витязь Белик, который с самого начала нашей организации и результат он показывает просто замечательный. Ну и, естественно, я могу сказать про него, что он в храме стоит. Пример для всех. Мы малыши, и старше, и ряд других товарищей, которые добились высоких результатов в этой стрельбе и физической податурке, все это связано с православием. В общем-то, это неотделимо. Время войне и время миру, сказано в книге Экклесиаста. Мы ждем этого мира, как благодати Божьей. Но прежде надо преодолеть время войн. Это возможно, если победить в себе ненависть и возгреть любовь. А потому закончим этот рассказ воззванием русского философа Ивана Александровича Ильина ко всему российскому христолюбивому воинству. Да будет ваш меч молитвою, и молитва ваша да будет мечом. КОНЕЦ